знаете на мясо жирная вкусная малосольная рыба он просто бомба и вы спокойно сможете сделать такую воблу такая вот вкусняшка приготовленная мною приятного приза ну что погнали всем привет друзья итак в этом видео у нас засолка вялка и хранение вот этой прекрасной астраханской богу рыбка получается ну просто бомбическая налить воблёха просто так итак у нас сегодня засолка начинаем первый этап моем рыбу и бросаем ее вот сюда вот после промывки она в этом ящичке просто видите дырки дырки здесь и она просто стекает и и даже можно вот если на так у нас в облачко стекла пока этот ящик стекал этот я промывал то есть это тоже можно засаливать и теперь начинаем вкладывать рыбку все так вот первый слой я уложу теперь беру соль и пересыпаю вот так вот до конца бочки рыбка будет укладываться слоями кстати ребят кто-то скажет что сколько соли нет такого что там 100 грамм на килограмм 20 грамм на килограмм ведь вот это но рыбка она не крупная поэтому мы ее полностью забиваем просыпаем соль и ставим гнет и ровно полтора суток потом промываем в четырех водах то есть четыре раза хорошенько промываем холодной воде я буду делать двое суток значит смотрите на засолке рыба должна просолиться чтобы рыба хорошо просолилась помещение должна быть прохладная температура то есть на жаре нужно ее не просолить поэтому если сильно жаркая температура да на улице там у вас нет такого помещения надо на день но на сутки на двое солить побольше иначе если будет вы плохо просолите рыбу не будет нас отходить от костей вот это будет совсем не хорошо поэтому имейте ввиду что вот сделали посол и убрали емкость прохладное место оптимальная температура для засолки конечно это от 5 но до 12 градусов тепла процесс конечно не быстро он того стоит первая бочка готова значит верхний слой я вот так вот хорошо полностью через два часа поставлю гнет у него такие дубовые досточки сюда будет нет и то же самое здесь ну вот так в общем у меня стоит ведь нижний ящик у него дня там еще ящик и еще еще бедра ну здесь за место груза камни такая вот пирамида хеопса в общем все засолка пошла ну вот прошло у меня двое суток сейчас вот отсюда в углу и вот с этого ведра в углу я буду промывать вот этот ящик с крупной рыбой он у меня будет стоять на засолке 5 суток а в облюху двое суток и все погнали промывать вот она была двое суток все теперь наливаем воду жду 10 минут меняя воду и так каждое ведро 4 раза то есть промываю в четырех водах и так видите надо добиться вот такой чистой воды вот это еще будет промываться а вот это сейчас постоять еще 10 минут и все это буду вешать уже в общем вот видите разницу в ведра здесь водичка уже светлая здесь еще надо промывать ну смотрите тарашка тоже самое двое суток тарашка сейчас промывая от соли четырех водах также постоит на и она и то же самое размешивать вот если будет видно тарашка до астраханская очень жирная рыбка очень жирная и очень вкусная смотрите водичка ведь она вымачивается в холодной воде а вот он жира уже пошел здесь у меня крупная рыбка она солилась трое суток вот такого вот размера сейчас тоже самое промывание в четырех водах и три часа еще буду вымачивать вот видите в четырех водах промыл и теперь просто жду пару часов ну на мелкую пару часов а вот эти два ведра с крупной три часа но опять же опять же имейте ввиду если вам нравится малосоленая рыбка тогда три часа вымачиваем если вам хочется посолонее тогда просто в четырех водах промыли и вешаем на просушку ну вот прошло пять суток и сейчас буду доставать и промывать самую крупную рыбу для вялки решок маленький я уже говорил больших это 12 дней но этот маленький он просолился все промывая еще вот она четыре часа было на вымачивание и сейчас на просушку на ялку и так рыбы у меня много и вся в коптилку не лезет поэтому сделал на бане такой вот приспособу проволочка чтобы вешать не вот так вот постелил плеенок одно окно так и там второе ну вы можете себе придумать того гараже еще где-нибудь там вот такого сеточкой обшить брусуки сделать короб и в нем делать ну в общем было бы желание сделать можно все что угодно все готово вот так стройными рядами висит в облачко на просушке все начинаем и так коптилка видите повесил так крупно вентиляторы включил тены даже не включая вот видите чем хорошо когда есть картинка такая вот это в облачке она не маленькая она у меня висит ровно сутки сутки я думаю завтра ее уже можно будет пробовать вот видите она такая подсыхает два вентилятора на все сеточка вот так вот она висит сейчас я сюда еще до пиве полностью еще трудно ну вот видите все развесил никакого солнца полностью проветривание и вот так вот все у меня висит и здесь вот видите ряд пошел теперь вы видите что находится здесь мелко но галка уже более крупная рыба коптильный конечно получше вот мою 550 картинку 50 килограмм тены у меня выключены у меня только стоит просушка на полную мощность температура если будет видно 22 градуса то есть я не включал ну понятно лишь ночью она опустится вот может быть вечером лечу поставлю 18 градусов хотя вряд ли она и так будет хорошо и быстро я лица и она будет конечно готова быстрее чем то что у меня на бане по соли вообще идеально то есть она такая немало сол не соленая что ну это надо пробовать это не передать и жереха вот видите жереха уже готовы вот этот утрогу ведь все плотненький хороший то же самое жереха вот он повисел допустим недельку и вы спокойно можете его еще сделать холодным копчением то есть часть повесить коптил очку я думаю ну буквально там час-два под коптить его и опять повесить на просушку и все и у вас будет жерех не вяленый под копченный холодного копчения вот так вот друзья я делаю вяленую рыбу крупную мелкую и в картине вы видели большую и так друзья снял в облачку ну не только в облачку сапа но вот это вот густерка а это называют тарашки власты в любом случае в обла готового было классно и теперь теперь самое главное ее сохранить я буду упаковывать такие коробочки и в морозилку можно в большей коробке можно в пакеты для заморозки в общем как вам больше нравится но вот в таком варианте очень очень удобно с морозилки достали 5-10 минут все рыбка классная такое ощущение что вот она только-только свелки когда в облу приготовили провялили хранить желательно в морозилке можно в вакуум я повторюсь ребят в морозилке она будет храниться до года но у меня правда так не получается съедается не хватает на полгода поэтому берите на вооружение рыбакам не хвоста не чешуи коптильщикам терпения дегустация вяленой рыбки проходит на отлично не хочу вас смущать показывать свое довольное лицо вот просто покажу такая вот вкусняшка приготовленная мною яленая рыбка просто бомба приятного пиза